Добрый день дорогие мои, снова рад вас всех приветствовать на своем канале. Кто со мной не знаком, зовут меня Дмитрий. Ну вот, недавно прошел один конкурс, объявился победитель, подарок победителю уже уехал. И сегодня я хочу объявить о начале следующего розыгрыша, который стартует сегодня же, сейчас же, после того, как вы посмотрите этот ролик. Конкурс будет посвящен Дню Учителя, который состоится, ну праздник состоится 5 октября. Ну, всем знаем этот День Учителя, да, он, конечно, не государственный праздник. То есть, у нас, как таковых, выходных нету. Но все мы помним, все мы любим, наверное, наших учителей, да, будучи школьниками, студентами, каких-то вузов, училищ, техникумов. И у кого-то из нас с вами, у многих из нас с вами были какие-то любимые предметы, да, любимые преподаватели, любимые учителя, ректоры, ну и так далее. И вот этот вот конкурс, который я буду проводить сегодня, о чем я вам попозже расскажу, я хочу посвятить именно нашим учителям. Ну, вы, наверное, спросите, да, какой у меня был самый любимый предмет в школе. Ну, у меня самый любимый предмет в школе был русский язык. Потому что, во-первых, я люблю писать, любил, ну и до сих пор люблю писать. Пишу очень много. Ну, писал раньше, сейчас меньше стал писать, раньше много писал. И мне все учителя пророчили вообще, вы знаете, ну, будущее учителя начальных классов. Потому что у меня, во-первых, каллиграфический почерк, и учителя восхищались, неужели как бы ты так можешь красиво писать. Если помните раньше, когда даже кто-то из учителей говорил, что тебе надо идти работать паспортистом. Помните, раньше были зеленые российские паспорта, где вот было очень красиво, ну, каллиграфически был заполнен, заполнены наши все с вами данные. Вот, у меня почерк практически такой же, вот. И я за время учебного урока русского языка, как сейчас помню, успевал сделать, мало того, что два задания каких-нибудь, да, и плюс еще домашнюю работу выполнить. Был влюблен также в учителя истории. Это было начальные классы, ну, как начальные, где-то пятые классы, был влюблен в учительницу истории. Очень красивая женщина была, Марина Анатольевна, как сейчас помню. И очень любил нашу преподавателя начальных классов, тоже сейчас ее помню, Ирина Анатольевна, но это школьные годы. Честно говоря, вы знаете, хочется вернуть время вспять и вернуться вот в эти, я бы не сказал, что в школьные годы, потому что у меня с ними связаны не очень такие вот хорошие впечатления в плане одноклассников. А вот студенческие годы, да, я бы сюда всем вернулся, потому что и отношения нравились мне студентов, и мы были более взрослыми, и более другие предметы изучали, как бы, да, вот не то, что монотонно, как постоянно мы учим одно и то же. Вот, ну, в общем-то, вот так. И, ну, давайте не будем об этом. А, самые нелюбимые предметы, которые у меня были в школе, это химия и физика. Терпеть их не мог, у меня по химии и физике всегда было три пишем, два в уме. С математикой было то же самое. Ну, не без этого. Поэтому, дорогие мои учителя, не буду вас сейчас поздравлять заранее, потому что до вашего праздника еще две недели. И сейчас я просто хочу объявить начало конкурса, конкурса, посвященного Дню Учителя. Неважно, учитель школьный, учитель студентов, вузов и так далее. Праздник будет проходить 5 октября, все учителя отмечают. Но я сделаю, смотрите как. Я сейчас объявляю начало нового конкурса, посвященного Дню Учителя. А стоп будет 4 октября, как раз в канун праздника Дня Учителя. И опять же у меня в этом розыгрыше участвуют два потрясающих приза, два потрясающих, не буду сейчас пока говорить, что, сейчас вы все увидите. Два потрясающих подарка нашим любимым учителям. Также, ну, для мужчин и для женщин, потому что у нас мужчин тоже есть учителя. Вот, и поэтому, как бы, я приглашаю к участию всех попытать удачу, да, и выиграть тот или иной приз. Давайте, опять же, да, вот, как и в предыдущий раз. Если выиграет мужчина, значит, к мужчине поедет приз, который предназначен для мужчин. Если победит женщина, значит, к ней поедет подарок, который выиграет женщина. Опять же, я не призываю участвовать в моем конкурсе только учителей. Принимают участие все абсолютно без ограничений. Учитель, вы не учитель, просто я посвящаю этот конкурс именно Дню Учителя. А теперь давайте я вам немножечко расскажу о том, что будет у нас сегодня в розыгрыше, и расскажу условия конкурса. Ну, конкурс, вы знаете, да, тот же самый, он не меняется. Конкурс, это обязательное условие конкурса, подписка на мой канал. Обязательная подписка на мой канал. Лайк к этому видео, любой комментарий к этому видео. Ну, и в этом розыгрыше, в этом конкурсе участвуют все регионы Российской Федерации. Опять же, все подарки я буду отправлять за свой счет. Поэтому, если вы будете где-то с Украины, из других стран, к сожалению, я не буду переигрывать, не смогу вам выставить этот подарок, потому что будет очень дорого. Высылать я буду всю почту России. Об этом потом. Все, всю более подробную информацию вы сможете увидеть в описании под этим видео. Ну, и, естественно, когда будем с вами выбирать победителя, а поможет нам в этом такой потрясающий сайт lisonair.com, с которым мы, собственно говоря, и будем вместе с вами выбирать победителя, да, он нам поможет его выбрать, и этот приз достанется победителю. Что касаемо призов. Вы знаете, я долго думал, что же такого разыграть. Ну, вот в предыдущем конкурсе были два аромата, мужской и женский. В этот раз я хочу разыграть два набора. Парфюмерных набора, очень красивых набора. Многие из вас с ними знакомы, кто-то не знаком, но они реально потрясающие, и они достойны уважения, достойны восхищения, и они сами по себе очень хороши. Это вот такой вот набор от компании «Новая Заря». Духи «Красная Москва Лайт» и «Туалетное мыло Красная Москва». Это для женщин будет наборчик. И вот такой набор для мужчин от компании «Бракар». От «Экалон Бракар» и «Туалетное мыло». «Империал» называется. Очень красивый, очень звучный, очень тонкий аромат у этих обоих наборов. Давайте немножко перейдем к описанию этого всего, этой всей прелести. И дальше будем уже это все дело обсуждать. Значит, ну вот эта вот, ну всем известная «Новая Заря», она, мне кажется, не нуждается в рекламе, да, вот эта «Красная Москва». Все знают прекрасно этот аромат. Это «Версти Лайт», это аромат, который ничуть не уступается ему, легендарному предшественнику Красной Москве, классической, да, отличаясь только немножко легким, ярким звучанием на цветочном фоне. И каждая нота духов подчеркивает вашу женственность, элегантность современной женщины, раскрывая ее первозданную красоту. В нотах аромата и также в нотах мыла гвоздика, бергамот, иланг-иланг, жасмин, роза, тубероза, бобы тонка, ваниль. Только единственное мыло, оно звучит классическим стилем, да, оно настолько потрясающе, оно не сушит кожу, оно бархатисто открывается на вашем теле, оно держит звучание после приема души, где-то еще часа 3-4 вы его будете на себе слышать. То есть очень красивая композиция, и вот такой вот набор поедет к вам, милые дамы, если вы этот набор выиграете. Ну давайте теперь к мужскому набору с вами перейдем. Вот такой мужской наборчик, одеколон и туалетное мыло, империал от компании Бракар. Классический элегантный аромат. Ну этот аромат создал авангардный композитор Лукас Юзак, который придал уверенность и сопутствие успеху этому аромату. Первое впечатление здесь лимон и лайм, которые приносят бодрость и силу. Сочные ноты и акцент яблока и ананаса дарят жизнерадостное настроение. Сердце аромата лаванда помогает сосредоточиться и принять взвешенные важные решения. А вот пряный мускатный орех укрепляет веру в себя, веру в человека, веру в себя, веру в жизнь. Ну вот такой вот неординарный набор, да, вот такой вот политик победителю конкурса. А вот в шлейфе эфирные масла кедра присутствуют, которые наполняют энергией и снимают усталость. А вот благородные запахи кожи дубового мха придадут гармонию всей композиции. Выпущен аромат был в семнадцатом году. По-моему, они, насколько я знаю, может быть ошибаюсь, может быть это сняты с производства, не знаю почему. Где-то их можно еще найти. Вот я не знаю, почему компания Бракар бывает как-то снимает периодические композиции, да, потом как-то их обратно восстанавливает, разобновляет производство. Что в нотах? Лайм, бергамот, розмарин, ирис, яблоко, гвоздика, мускатный орех, лаванда, амбра, пачули, кожа, дубовый мох, белый кедр. Скажу вам честно, мне очень понравился этот набор, я сам таким пользовался, но я, правда, пользовался только одеколоном. Он без пульверизатора, то же самое, как и духи Красной Москвы, они без пульверизатора идут. Но они настолько потрясающие и долго сидят на коже, на теле. То есть я бы даже им дал консистенцию не одеколона, а консистенцию туалетной воды, даже парфюмерной воды. То есть стойкость у них действительно очень хорошая. Очень элегантный, очень пронзительный, красивый аромат у этих двух наборов. И вот один из них, один из них, дорогие мои, поедет к победителю. То есть, опять же, давайте вернемся к розыгрышу. Значит, стоп-розыгрыш состоится 4 октября в 18 часов по московскому времени. И в это время мы с вами определим победителя. И победитель сможет получить свой подарок, написав мне на вайбер, на ватсап или позвонив по телефону, и указав свои данные, куда я могу послать этот приз. Ну что, дорогие мои, приглашаю вас к участию в конкурсе. Надеюсь, что, опять же, повезет кому-то из вас. Опять же, хочу сказать, что в этом конкурсе принимают участие абсолютно все, без исключения. Неважно, учитель вы или не учитель. То есть люди любых профессий, любых статусов, любого стиля. Ну, все, все, без исключения принимаете в этом розыгрыше участие. Ну и, опять же, условия конкурса я также выложу в инфобоксе. Спасибо вам большое, дорогие мои, что были сегодня со мной. Итак, я объявляю начало конкурса. Стоп состоится, напоминаю, 4 октября в 18 часов по Москве. Спасибо вам большое, что были сегодня со мной. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, всем пока. Спасибо.